Добрый день, друзья! Не добрый день вам, не другим. Украинский стендапер Андрей Щегель, сбежавший от мобилизации в Турцию, продолжает зажигать. Причем гораздо круче, чем, допустим, его российский коллега Семен Слепаков, который все-таки ненавистную рашку выстегывает так аккуратно. Совершенно очевидно, что и тот, и другой планирует рано или поздно вернуться на хлебные места. Слепаков в Россию, Щегель на Украину, потому что чесать беспрестанно по всему миру может только Максим Галкин, которого федеральные каналы на протяжении десятилетий раскручивали. Этой инерции хватит надолго. Слепаков может вернуться, потому что у нас публика незлопамятная, и власти с симпатией относятся к уяхушам. Большие патриоты. Ну, помните, да, это Дмитрия Пескова? Большие патриоты, да. Ну, причем, песня совсем не о том. Вот, а Щегель, конечно, не сможет вернуться на Украину пока там в Зеленске, потому что там терпимость нулевая к тому, кто позволяет себе такого рода выпады против страны. Он общается с поклонниками на украинском, но я думаю, что словосочетание типа «Фестеральдолобоебство» особого перевода не требует. И в конце я подшил там небольшой ролик про Гитлера и евреев, для того, чтобы вы имели просто представление, в принципе, о стилистике работы Андрея Щегеля. Так, Андрюха, что ты думаешь вообще? Ты что, ты включил скриппина, Юр? Да. Ты тоже хочешь переглядов забрать? Конечно. Ебать, а что? Мы же медиабляди, ебать. Так, что я думаю? По-перше, это самый жесткий ебнутый цирк. По-друге, как вообще я могу читать новины, сподеваючись на отримание будь-якої вообще информации после того, что произошло? Третя. Украина – ебаный цирк с попаяними дебилами, у которых нет шансов на цивилизованное життя вообще нахуй ніякого. Четверте. Люди – ебаные крысы, которые нахуй не могут включить свое ебало, подумать головой, заперечить, поддерживать и что-то там делать. И абсолютно залежные от любого-чего пидеры, которые трясутся нахуй за пирожок с говном, лишь бы у них не забрали его громадянство, которое ни на что не способное. Третя. Я схиляюсь до того, что это именно фестиваль долбайобства, который грунтуется на абсолютной заздростке, где человек ось опизданула, и ты знаешь, что у тебя не так. И ты, и это олігарх кайфажорства. И ты его ненавидишь, потому что он, блядь, забрал все кайфы от тебя. По-третя. Я очень благодарен украинскому народу за то, что они организовали мне возможность получения политического притулка в ряды стран. По-четверте, мне пахую, блядь бы еще шесть тысяч раз, и я готовый, ну, никогда туда не повертаться, потому что, потому что, и, 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 и нема сильнейшего мотиватора, как украинский народ, не повертаться в Украину. Что еще я думаю? Что украинские комики, недорозвиненные пидорасы, ссыкливые, что у нас нема вообще, ну, что мы из Северной Кореи, вот что я думаю. И, да и все. Как вам моя рубашечка? Смотрите. Комбез бы лучше, но это, смотрите, это с суперфишкой. Она выглядит как гавайская, если бы там очень долго была гражданская война. Так, сейчас будет шутка на фантазию, поэтому напрягитесь. Внимание, внимание. Аудиокнига Майнкамп. Не впечатлило. Скачал на мобилу, вставляю наушники, вставляю наушники в уши, а там, мой отец хотел, чтобы я стал математиком, а я чувствовал в себе талант художника. Я такой, что это за хуйня? А где вот это вот? Мой отец мечтал о свободной от евреев Германии, чтобы ты, о, вот это чтиво. Это дерьмо, я послушаю. Чтоб там после первого часа менялся голос диктора, потому что прежний такой, я не могу орать, блядь. Дело в том, что однажды с аукциона ушла книга Майнкамп с автографом самого Гитлера за огромную кучу бабок, по-моему, 130 тысяч фунтов стерлингов. И это очень иронично, потому что сам аукцион очень напоминает любое из выступлений Гитлера. Стоит тумба, за тумбой мужчина в форме, такой, женщина в белой рубачке 50, мужчина в красной футболке 150, женщина в зеленом 250, и люди такие, еще 50, еще 50, еще 50. И еще более иронично, что Майнкамп Гитлера продают на аукционе на самом еврейском мероприятии в мире, когда кто даст больше денежек, получает книжечку. Да, варились? Вот и все. Короче, она стоила очень много денег, потому что Гитлер не подписывал даже документы, что очень логично в его ситуации, правда? Я вообще не знаю, зачем нужно было заканчивать жизнь самоубийством, если можно дождаться Нюрнбергского процесса было и сказать, да я, блядь, просто советовал. Там были фразы типа, а что мне? Было бы неплохо, а эти все Генрихи такие, да ваа, охуенная идея пошла. Все подписи тут. И что это такое? Не подписывал документы, но подписал книгу? Это же не была автограф-сессия в книжном магазине, где он сидел на стуле перед людьми, злой, слегка обеспокоенной судьбой Германии. Давайте быстрей! Чья следующая книга? Давайте. Кому подписываем? Вашей дочери? Как зовут дочь? Сара? Вы читали книгу? Нет? Завтра в 12 на площади публичное чтение. Приходите. Смотрите, вы бы знали, сколько копий Майнкамфа было продано с момента ее написания? Что делает для меня лично Гитлера великим немецким писателем? Просто он сидел в 25-м году и такой Генрих, блядь! Почему моя книга не продается? Ну, Адольф, надо какая-то промо-акция. Есть у меня одна идейка. Все руководство в книге. Вперед! Говорят, что праведников в исламском раю ждет 72 девственницы. Слышали такое? Неплохо, неплохо, но лично я не хотел в этом побывать. Вообще нехуй. Может, для мусульман это и рай, но я ебал находиться в комнате с 72-мя целками. Насколько я знаю, это не самые отвязные телки. Мой рай это одна суперпохотливая телка, которая возьмет меня за яйца, когда я появлюсь в раю. Скажи, сейчас мы ебашем три шота, танцуем 10 минут, ты ебешь меня в туалете. Понятно? Да! Я не хочу попасть в рай, а там... Привет! Это я и 71 моя подружка. Это Зухра, это Зульфия, это Фатима. Не сразу всех представлять, или мы как-то по очереди познакомимся? Я просто не знаю, первый раз как-то встречаю вас в раю. Мы тут немного покушать. Хотите покушать? Нет, я хочу ебаться! Ой, я не знаю. Надо посоветоваться с родителями. Какими нахуй родителями? Я ради этого самолет взорвал! Ну, я не знаю, не знаю. Я не хочу, чтобы мое нахождение в раю начиналось с пересчета. Когда я после нашей жестокой несправедливой жизни попаду в рай и такой, не-не-не, меня уже наебывали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, хорошо, все, нормально, нормально. Закройте дверь, никуда не выходите там. Я, когда первый раз услышал 72 девственницы, подумал, общежитие химфака университета Шевченко? Так я уже был в раю и теперь это не рай. Спасибо большое, ребятки, Андрей Щегель. Пипец. Вот а то не волки воют за околицей. Эта вьюга затянула песню свою. Ты не плачь, сыночек, ты успокойся. Баю-баю-баю, баюшки-баю. Баю-баю-баю, баюшки-баю. Словно вьюге зря боишься ты, сыночка, просто слишком малый счет и душою чист. Есть у нас страшнее враг, моя кровиночка, этот враг, сыночек, укра-нацист. От него проклятого все наши невзгоды, если бы не он, могли бы жить, не тужить. Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года, и не можешь ты пойти укропа вкрошить. Баюшки-баю, баюшки-баю, ничего нет лучше смерти в бою. Ничего нет лучше смерти в бою. Баю-баю, Ванюшки-баю. А твой средний брат стал, Ванюша, предателем, Божиего, грешного спаси и прости. Не послушал Вань ни отца он, ни матери и специалистом стал каких-то айти. Его не отмолишь никакими молитвами, он теперь в Европе у сатрапа в плену. Коротает ночи там, небось, с адамитами и не в Бога верует, как в сатану. Баю-бай, баю-бай, все враги подохнут, а мы попадем в рай. Все враги подохнут, а мы попадем в рай. Баю-бай, баю-бай. А братик твой старший ушел по контракту, родину не продал золоте и чизкейк, постоял за други своя и за правду, а что плохое пишут про него, это фейк. А теперь героем воротился обратно, целых девять месяцев страну защищал. Скоро мы ему установим оградку и красивый памятник наш обещал. Я про брата Ваня, так скажу тебе, милую светлую о нем, память в сердце храня. Для того, сыночек, я вам жизнь подарила, чтобы отдавали вы ее за меня. Быть должна я, Ванечка, сильна и упряма, у победы, Ванечка, такая цена. Может быть, не очень я хорошая мама, но зато великая, сынок, я страна, но зато великая, я Ваня, страна. Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай, а не то придет, бай-бай, баю-бай, баю-бай.